Есть несколько фактов, которые знают абсолютно все. Самая высокая гора в мире — Эверест. Самый большой остров — Гренландия. Самая великая песня в истории. Десятки, если не сотни, музыкальных опросов, рейтингов и списков, многие из которых объединяет один факт — песня Bohemian Rhapsody на первом месте. И с этим сложно спорить. Песню любят почти все, от пионеров до пенсионеров, вне зависимости от географического местоположения. Но есть одна проблема. Если спросить всех этих людей, о чем песня, и что значит это слово, или это, то они вряд ли ответят. И не потому, что не знают английский. Большинство носителей также не в курсе. Одни назовут Bohemian Rhapsody загадочной, другие бессмысленной. Одни найдут там скрытый камин-аут автора, другие — кучу случайных слов, которые находятся рядом друг с другом, просто потому, что прикольно звучат. Кто прав, мы, конечно, разберемся, но я останавливаюсь на песне Bohemian Rhapsody настолько подробно с самого начала, не просто так. Жизнь Фредди Меркьюри, как и его главное творение, таинственная, многослойная, неоднозначная, но, безусловно, яркая. У него были миллионы фанатов, сотни знакомых и несколько по-настоящему близких людей. Однако ни те, ни другие, ни третьи до конца не понимали, кто такой Фредди Меркьюри, в чем смысл его песен, имиджа, откуда он родом, какой ориентации и, наконец, как ему удалось стать одним из самых великих исполнителей в истории еще при жизни. Именно об этом я расскажу в течение следующего часа. Это история Фредди Меркьюри. Повторимый вокал, энергетика и трагичная судьба. Создатель одной из величайших рок-бруг и легенд 20 века. A man, an immigrant who made his life just unapologetically himself. Пошедший в историю под именем Фредди Меркьюри. Окей, Фредди Меркьюри, безусловно, один из самых великих рок-исполнителей в истории. Он умер почти 30 лет назад, но его голос и его песни до сих пор знают даже дети. Фредди Меркьюри. Он, как, бог. Полагаю, популярность Леннона и Элвиса среди шестилетних все же немного ниже. Но давайте возьмем аудиторию постарше. В 2018-м на экраны выходит фильм «Богемская рапсодия». Байопик о Фредди Меркьюри создавался долго и сложно. Сначала несколько лет искали актера, сценариста и режиссера. Потом всех сменили, причем не раз, и нашли новых. В процессе съемок режиссера Брайана Сингера обвинили в педофилии. В итоге кино доснимал то оператор, то приглашенный режиссер. Мог ли после этого получиться хороший фильм? Без шансов. Мог ли получиться популярный фильм? Оказалось, что да. «Богемская рапсодия» не только собрала почти миллиард долларов в прокате, но и получила несколько Оскаров. И нет, не поймите меня неправильно, фильм по-прежнему довольно плох. Об этом есть куча статей, обзоров и комментариев. Но нас интересует другое. Нас интересует причина. Почему, несмотря на все свои несовершенства, кино стало так популярно? Мое личное мнение — фигура Фредди Меркьюри. Его история, его драма и, конечно, его музыка. Именно это позволило фильму «Богемская рапсодия» достучаться до сердец не только широкой аудитории, но и киноакадемиков. Хочу сразу предупредить. Это видео — не традиционная биография с восхищением, придыханием и дифферамбами. Не рассказ о гении, который связывался с космосом, и оттуда брал свои тексты и музыку, и, конечно, жил творчеством, ничем иным кроме творчества, забывая о всем мирском, повседневном и приземленном. Фредди Меркьюри был человеком сложным и незаурядным. Всю жизнь он боролся со своими демонами, которых у солиста Куинн было немало. Конечно, все это не умаляет его достижений. Наоборот, позволяет понять главное — кем на самом деле был Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри Скажу честно, делать ролики с биографиями непросто. Делать биографию Фредди Меркьюри непросто вдвойне. Причина проста. Когда персонаж настолько известен, ты явно не первый на ютюбе, кто берется за его жизнеописание. А ведь нужно рассказать что-то новое, неожиданное и при этом достоверное. Найти такую информацию можно только в книгах. Статей и документалок недостаточно. Одним из источников для ролика была биография Фредди Меркьюри от журналиста Марка Блейка. Причем мне нужно было именно электронное издание, чтобы было удобно читать и при этом сохранять какие-то факты и цитаты. В итоге книга нашлась в сервисе Строки. Если вы еще не в курсе, то это классный новый сервис для читающих людей. Причем современных читающих людей. Строки — это приложение, где есть тысячи электронных книг, книг в аудиоформате, а еще подкасты и журналы. Скачивайте Строки на телефон или планшет, и у вас в кармане целая библиотека. У сервиса есть несколько видов подписки, в зависимости от того, насколько много вы читаете. Но даже самый максимальный пакет стоит примерно столько же, как одна хорошая бумажная книга. Если не нравится подписка, можете купить в сервисе каждую книгу поштучно. Классика, популярный фикшн, нон-фикшн и последние новинки. Кроме того, в Строках есть классное направление «Эксклюзив» и «Оригиналс». Это книги современных писателей, которые на русском языке можно найти только в данном сервисе. Я сейчас начал читать книгу одной из самых модных современных писательниц Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты?». Сложные герои, классные диалоги и такие понятные мне проблемы миллениалов. Вы можете попробовать сервис Строки уже сегодня. Скачивайте приложение и воспользуйтесь промокодом логинов, чтобы получить бесплатные 30 дней по подписке больше всех с доступом ко всем книгам. Ссылку на сервис Строки я оставлю в описании под видео. Читайте и слушайте, где бы вы ни находились. Лицо Фредди Меркьюри Миллионы поклонников, конечно, обращали внимание на его лицо. Оно вряд ли могло принадлежать обычному выходцу из рабочих районов Ливерпуля, Эдинбурга или Манчестера. Перед тем, как стать одним из самых известных людей не только Британии, но и всей планеты, Фредди Меркьюри проделал длинный путь. Этот путь начинается в Индии. В 1908 году здесь рождается мальчик по имени Боми. Ему дают фамилию по названию маленького города, откуда он родом – Булсара. Задолго до этого предки Боми сбежали сюда из Ирана из-за религиозных конений. Семья Боми небогата, он один из восьми братьев. В поисках лучшей жизни он уезжает в Занзибар, небольшое островное государство в Индийском океане, которое на тот момент находится под властью британской короны. Боми везет, он находит работу бухгалтера в британском правительстве и быстро начинает свое восхождение по пирамиде Маслоу. В одну из командировок в Индию молодой человек встречает девушку по имени Джер. 5 сентября 1946 у них рождается мальчик. Его называют Фарух. До того, как он станет Фредди Меркьюри, пройдет пара десятков лет. Пока же Фарух Булсара растет в уважаемой и обеспеченной по меркам Занзибара семье. Большая квартира, машина и немного прислуги. В детстве Фарух любит музыку, классическую индийскую фольклорную и даже оперу. Однако увлечение было не настолько сильным, чтобы сразу понять, что в семье растет будущий музыкальный гений. В середине 50-х Фаруху 9. Его посылают учиться в Индию в британскую школу-интернат. Это тот тип учебных заведений, когда ученики видят своих родителей раз в неделю, раз в месяц, а то и реже. В случае Булсары это происходит именно реже. Он видит семью раз в год, когда приезжает в Занзибар на месячные каникулы. Впоследствии про свои школьные годы Фредди Меркьюри будет рассказывать довольно редко. С одной стороны, можно предположить, что такое долгое отсутствие вдали от дома было для ребенка травматичным. С другой стороны, учитывая тот факт, что Фредди Меркьюри не очень охотно рассказывал публике большинство информации о себе, немногочисленные рассказы о школе вполне закономерны. Вот что нам известно точно и важно для понимания личности героя. Во-первых, именно в школе учителя иногда называют мальчика Фредди. Он ухватывается за это имя и с тех пор представляется только как Фредди Булсара. Мальчик учится неплохо. Главное увлечение Фредди — спорт и музыка. Бокс, крикет и настольный теннис удаются ему особенно, и он даже выигрывает трофей. В качестве факультатива в школе он берет уроки игры на фортепиано и уже в 12 лет организовывает свой первый бенд. В основном они перепевают Элвиса. Но нас интересует другое. Если вы думали, что Фредди — солист ансамбля, то ошибались. Мальчик скромно стоит на заднем плане, на клавишах и на бэк-вокале. Сложно поверить, но в школе и долгие годы после нее многие знакомые охарактеризовали Фредди как стеснительного и зажатого. Яркой чертой, которая выделяет мальчика среди одноклассников, конечно же, становятся передние зубы. Причина этого — несколько лишних зубов сзади. Эта особенность останется с Фредди Меркьюри на всю жизнь. И даже когда он будет знаменит и супербогат, то не станет исправлять зубы. Также те, кто знал Фредди в школьные годы, вспоминали, что уже тогда у него начали проявляться некоторые намеки на поведение и манеру говорить, которые будут присущи звезде во взрослом возрасте. Был ли Фредди объектом для буллинга — до конца неизвестно. Сам он признавал в интервью, что, конечно, в школе были пранки. Но выходило ли это за рамки безобидных розыгрышей, Меркьюри не раскрывал. Так или иначе, к концу обучения успеваемость Фредди сильно падает, он заваливает экзамены по десятку предметов и в 1963-м, в возрасте 17 лет, возвращается в Занзибар. По воспоминаниям матери, в то время Фредди сильно тяготеет к западной культуре и, в первую очередь, музыке. Он хочет переехать в Англию. Шансы сбыться у этой мечты невелики. Однако вскоре в жизни семьи Фредди Булсары происходит событие, которое сначала перевернет их жизнь, а после и всю историю мировой музыки. В 1964 году на Занзибаре происходит государственный переворот. У Бомми Булсары есть два выхода — либо ехать к своим родственникам в Индию или в Лондон. К тому моменту у него уже есть британский паспорт. В итоге он выбирает второе. Для родителей Фредди переезд в Лондон — сложное изменение. Отцу на тот момент за 50, их уровень жизни на новом месте падает значительно. Ни о какой прислуге или роскошных апартаментах речи не идет. Семья селится в скромном пригороде Лондона недалеко от аэропорта. Матери Фредди даже приходится найти работу. Однако все эти проблемы мало волнуют 18-летнюю будущую рок-звезду. Он попадает в Лондон, возможно, в самый идеальный момент. В середине 60-х уже есть группа Битлз, Роллинг Стоунс и другие бенды, определившие время. Фредди Булсара понимает, что он в правильном месте в правильное время. Несмотря на понятное желание родителей отправить сына учиться на юриста или бухгалтера, он намерен получать высшее в арт-школе. Не потому, что Фредди безумно хочет изучать скульптуру и живопись, а потому, что именно в подобных местах в основном учатся молодые и популярные музыканты и художники. Но с учетом заваленных экзаменов в школе поступить в желаемое учебное заведение Фредди Меркьюри не светит. Тогда он идет в политех рядом с домом, там он планирует подтянуть оценки по необходимым предметам и через пару лет поступить в арт-школу. В это самое время в нескольких улицах от Булсары живет молодой студент-астрофизик по имени Брайан Мэй. Совсем скоро они встретятся и станут двумя из четырех участников легендарной группы Куин. Но это произойдет позже. Сейчас давайте посмотрим на эти кадры. Архивная запись 60-х. Ее оригинал 15 лет назад продавали на аукционе. Единственная причина, почему эта пленка не осталась пылиться в чьем-то чулане – этот человек. Здесь Фредди Меркьюри около 20. Он в компании других студентов политеха. Согласитесь, узнать на кадрах будущую рок-звезду, мастера перформанса и эпатажа непросто. Но эта запись очень важна. Благодаря ей можно понять, насколько кардинальной была трансформация Фаруха Булсары. Спустя 10-15 лет человек с этой записи будет закатывать, возможно, самые легендарные тусовки в истории. Пока же молодой студент хоть и посещает концерты и вечеринки в пабах, но ведет себя там скромно и, как правило, уходит раньше остальных. И самое интересное, что никто из тех, кто знал Фредди в тот период, не видели даже намека на нетрадиционную ориентацию. Напротив, у него даже было несколько геллфрендс. Короче, наш герой живет обычной студенческой жизнью, тратя немногочисленные заработанные деньги на концерты и тусовки. Через пару лет в политехническом Фредди Булсара наконец добивается своего и поступает в арт-школу Иллинг на отделение фэшн-дизайна. Именно там в жизни будущей легенды произойдут значительные изменения, внешние и внутренние. Самое главное из которых – твердое решение посвятить себя музыке. Интересный факт. Кто такие бумеры сегодня? Давно не молодые люди, далекие от трендов. Но многим миллениалам и людям из поколения Z довольно сложно поверить, что были времена, когда бумеры не только были в тренде, но и задавали их. Я говорю о второй половине 60-х. Тогда люди, рожденные после войны, так называемые бэби-бумеры, начинают давать жару. К этому поколению и относится наш герой. Первым артистом, который производит неизгладимое впечатление на 21-летнего Фредди, становится Джимми Хендрикс. Легендарный рок-музыкант и виртуозный гитарист настолько выделяется не только творчеством, но и яркой манерой. Булсара посещает десяток выступлений Хендрикса в клубах и пабах Лондона. По воспоминаниям матери, в тот период Фредди уже пишет песни, однако никому их не показывает и прячет под подушку. Он уже ощущает желание создавать музыку, которую будут слушать миллионы, но до этого момента пройдет еще несколько лет. За этот период случится несколько случайных событий, без которых мы бы никогда не узнали о группе Куин. В 1968-м Фредди Булсара учится в арт-школе довольно плохо, настолько, что его даже планируют выгнать. Однако он уговаривает руководство дать ему еще один шанс и привезти на отделение графического дизайна. И это идеальный момент для того, чтобы коротко рассказать о том, как все участники группы Куин все же нашли друг друга. На отделении графического дизайна Булсара встречает Тима Стаффила. Тим-музыкант, и они с Фредди сразу находят общий язык. Стаффил играет в группе 1984, а гитарист в этом коллективе – тот самый астрофизик Брайан Мэй, о котором я упоминал ранее. Мэй быстро покидает группу, ему не нравится петь каверы, и он хочет создавать оригинальную музыку. В том же году Мэй и Стаффил организуют новый коллектив, но у них проблема – нет барабанщика. Они находят его буквально по объявлению, вешают бумагу в коридоре Императорского колледжа Лондона, где учится Брайан. Объявление видит другой студент. Сам он в барабанах полный ноль, но вот его сосед по комнате классно играет. Соседа зовут Роджер Тейлор. Трушные поклонники Куин сразу поняли, о ком речь. Для остальных поясню – это будущий барабанщик Куин. Мэй, Тейлор и Стаффил создают новый коллектив, называют его Смайл и начинают писать песни. Где в это время Фредди Булсара, спросите вы? А он – часть той группы, которую в английском языке принято называть словом эндураж. То есть свита, которая ошивается вокруг популярных или не очень музыкантов, актеров и других деятелей шоу-бизнеса. Фредди зависает на общих тусовках, ходит на репетиции и концерты Смайла. Он даже выступает с критикой и предложениями. Например, рекомендует добавить театральности и шоу. Короче, он втайне очень хочет стать частью новой группы. Но пока место для него находится только в грузовике, который возит участников группы по концертным площадкам Лондона. В это время дела у Смайла идут в гору. Они выступают на разогреве, в том числе у Pink Floyd. Студия звукозаписи предлагает им контракт на три песни с последующим релизом их в США. Завидует ли в этот момент Фредди успехом друзей? Уверен, что да. На одну из тусовок группы Смайл приходят участники другого бэнда, откуда только-только ушел солист. На этой вечеринке поет Фредди, и так он становится вокалистом коллектива под названием IBEX или Козирог. Интересное совпадение, учитывая будущую склонность Фредди к астрологии. И в этот момент давайте обратим внимание на следующую деталь. Типичный атрибут выступления Меркьюри в звездные годы Queen – микрофон и половина стойки. Скорее всего, эта фишка появилась как раз во время выступления в группе IBEX, когда на одном из концертов стойка попросту развалилась, и Фредди продолжил выступать с тем, что осталось. Версия звучит вполне логично. Во-первых, потому что начинающая никому неизвестная группа использовала заюзанное оборудование плохого качества. Во-вторых, с самого начала Фредди Булсара выступает экспрессивно. В начале карьеры это его сильная сторона, а не вокал или цепляющие песни. Причем Фредди выдает шоу не только на сцене. По воспоминаниям его девушки того периода, он ведет себя театрально и в обычной жизни. Например, может прийти на студию в шортах и меховом пальто на голое тело. Правда, группе IBEX экспрессивное поведение Фредди не очень помогает. В основном они катаются по британской провинции, в Лондоне им концерты никто не предлагает, и через год группа разваливается. В то же время дела у группы Smile также заходят в тупик. Релиз их песен в США отменяется, из группы уходит басист и вокалист. Брайан Мэйс вспоминал, что в тот момент он всерьез думал о завершении музыкальной карьеры и о том, чтобы полностью переключиться на науку. Однако сделать невероятное открытие в астрофизике Брайану не удастся. На одной из вечеринок они снова пересекаются с Фредди Булсарой. На тот момент он без группы, а Smile без солиста. Это 1970-й год, когда будет образована одна из самых популярных рок-групп в истории. Давайте на секунду отвлечемся от Фредди Меркьюри и поговорим о том, что касается каждого, об отношениях. Последние годы были непростыми. Достаточно посмотреть на статистику разводов. Она не очень. И на самом деле этот негативный тренд сохраняется уже десятилетия. Количество разводов по отношению к новым бракам постоянно растет. И я, как человек женатый, не раз задавался вопросом, почему так происходит? Отношения не выдерживают, люди расстаются. В чем причина и как не повторять чужих ошибок? Ответить на этот вопрос помогает книга Ольги Примонченко «С тобой я дома». Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верным себе. В названии уже есть маленький намек на основную идею. Поколениями в нас культивировали идею жертвенности в браке и в отношениях. Через литературу, кино и, наконец, воспитание. В книге «С тобой я дома» автор задается вопросом. Нужно ли отказываться от своих желаний, интересов и стремлений для построения здоровых отношений? Спойлер – нет. И даже наоборот. Ольга Примонченко рассуждает о том, что крепкие отношения нужно в первую очередь начинать с себя. Внимание к своим чувствам и интересам – это не эгоизм, а путь к пониманию близкого человека. Любовь к себе поможет обрести гармонию в отношениях с партнером. Вот классная мысль из книги. Когда ты знаешь себя, то знаешь, что можешь предложить партнеру, и не обещаешь невозможного, не тешишь его напрасными надеждами, не обманываешь и не лукавишь. Или вот еще одна – важно не безупречное совпадение характеров, а то, как вы оба собираетесь решать проблемы на длинной дистанции. Книгу «С тобой я дома» вы найдете по ссылке в описании. Там же вас ждет промокод ДОМА ЛОГИНОВ, по нему вы получите скидку 20%. Читайте книгу, любите себя и своих близких. «Куин» – название яркое и скандальное. Правда, оно появится не сразу. В июле 1970-го первый концерт группы в измененном составе. Солист новый – название старое – «Смайл». В коллективе четыре человека. Трех из них вскоре узнает весь мир. Вокалист Булл Сара, гитарист Мэй и барабанщик Тейлор. Имя бас-гитариста того состава вряд ли кто-то вспомнит. Первое выступление бэнда вряд ли можно назвать удачным. В зал на 800 человек приходит всего 200. Более того, сам концерт благотворительный. Его организовала мама ударника Роджера Тейлора. Бас-гитарист, имя которого неважно для повествования, позже расскажет, что голос нового солиста нравился ему меньше, чем вокал предыдущего. Брайан Мэй признается, что в тот момент во Фредди никто не видел суперкрутого музыканта. Харизма – да. На сцене он был диким и громким. Но еще недостаточно владел своим голосом. Следующее выступление коллектива будет другим. Не в плане музыки она не поменяется, но в плане имиджа и подачи. Во-первых, новое название. Откуда Фредди пришла идея названия Queen до сих пор неизвестно. Но что известно точно, так это то, что остальные участники не были от этой идеи в однозначном восторге. Их можно понять. Мужской рок-коллектив под названием Королева – это как минимум своеобразно. Брайан Мэй надеется, что вскоре о группе в первую очередь будет говорить музыка и название станет второстепенным. Другой участник бэнда точно подмечает, что если с таким названием их не арестуют, то точно запомнят. Второе крупное изменение – имидж. Фредди предлагает максимально вызывающие костюмы. Некоторые детали он предлагает позаимствовать из женского гардероба. Другие участники идею не одобряют, что не мешает Булсари выкрасить ногти в черный цвет, найти максимально обтягивающие штаны, в которых сложно ходить, и в таком виде ворваться на сцену. В начале 70-х Queen пишут собственные песни. Мэй и Тейлор хорошо играют, Фредди поет невеликолепно, но безусловно ярко, однако успех не приходит. В тот момент Queen выезжает исключительно на энтузиазме и вере в будущий успех. Однако эту веру разделяют не все. Бас-гитаристы приходят и уходят. Пройдет еще год до того, как в коллективе появится Джон Дикон. Он приехал в Лондон учиться в технологическом университете, но хотел заниматься музыкой. Джон был зрителем на одном из первых неудачных концертов группы. В 71-м году их пути пересекаются, и Дикон становится бас-гитаристом коллектива. С того момента состав Queen будет неизменным до самого конца. Фредди ярко выделяется на фоне других участников. Он ведет себя театрально, постоянно называет собеседником Дорогуша и странно одевается. Однако никаких подозрений в гетеросексуальности Фредди Булсары не возникает. По нескольким причинам. Во-первых, Фредди единственный студент творческого отделения. Он изучает моду и графический дизайн. В то время как остальные участники Queen изучают точные дисциплины. Мэй – астрофизик, Тейлор – дантист, а Дикон – инженер. Во-вторых, популярные личности вроде Мика Джаггера и Дэвида Боуи раздвигают рамки представления о том, как может выглядеть рокер. Классическая маскулинность уходит в прошлое. В-третьих, все видели, что у Фредди были отношения. Причем все они только с девушками. В 1971 году он встречает Мэри Остин, которая станет его гражданской женой. Мэри на тот момент 19. Она работает в магазине одежды, который пользуется популярностью среди модной лондонской публики. Туда заходят Джаггер и другие. Там ее замечает Фредди. Он приглашает девушку на свидание, но она отказывается. К тому моменту у Остин были короткие отношения с другим членом Queen Брайаном Мэем. Правда, они ни к чему не приводят. Фредди не отступает и в конце концов Мэри соглашается. Через полгода они начинают жить вместе в скромной квартирке в центре Лондона, где делят ванную и туалет с другими жильцами. Денег у Фредди на тот момент почти нет. За музыку пока никто не платит. Единственный источник дохода – палатка с одеждой, которую они держат с барабачиком Тейлором. К 1971 в группе почти все сложилось. Они уже называются Queen. Там есть четыре человека, которые останутся до конца, а фронтмена уже называют Меркьюри. Точнее так он называет сам себя. Есть несколько версий происхождения псевдонима, по сути ставшего фамилией. Первая – астрология. Меркурий, Меркьюри, все понятно. Второе – название элемента. Меркьюри – это ртуть. Третья – это фраза из одной из ранних песен Queen, где поется «My mother Mercury» и Фредди вроде как объяснял, что «My mother Mercury» – это его мать. Стопроцентной правды никто не знает. Даже те, кто говорят, что знают, на самом деле точно не знают. Не удивлюсь, если Фредди случайно услышал слово и подумал, что оно круто звучит как псевдоним. И на самом деле это не важно. Действительно важно две вещи. Беря псевдоним, Фредди хочет переизобрести себя и максимально абстрагироваться от своего индийско-персидского происхождения. И второе – Меркьюри действительно звучит круто. Итак, у Фредди уже есть псевдоним, с которым можно становиться рок-идолом. Но для этого нужны хиты. А чтобы получить хиты, нужен контракт со студией. А чтобы получить контракт, нужно показать песни. Queen пишет материал. Фредди выдвигает идею, что автором композиции будет считаться тот, кто пишет слова. Предложение немного странное, но все соглашаются, и так будет продолжаться почти до самого конца. Только у композиций из последних двух альбомов будет общий автор Queen, а не кто-то из участников. С большим трудом бедным музыкантам удается записать демку. Несколько композиций, которые можно показать студиям. Самая известная из этих песен – следующее. Queen ходит с этой демкой по всем студиям. И как и подобает настоящей истории успеха, сначала все отказывают. Находится лишь одна небольшая студия, которая предлагает скромный контракт. Но тут уже отказываются сами голодные музыканты и в первую очередь Фредди. Тогда он говорит фразу вроде «либо воспринимайте нас серьезно, либо не воспринимайте нас совсем». Queen везет. Композиция Keep Yourself Alive попадает в руки основателям новой студии Trident, и они предлагают неплохой контракт. Не золотые горы, но достаточно, чтобы не работать где-либо еще. И важно понимать, что наличие контракта не гарантирует успех. Trident по сути предлагает две основные опции. Первая – это студия, где группа может писать песни. И вторая – менеджмент. Главной задачей менеджмента является нахождение партнера, который будет заниматься дистрибуцией, то есть распространением песен. Без этого нет продаж, концертов и, как следствие, денег. Trident хоть и видит потенциал в новой группе, но не уверена в успехе на 100%. Об этом ярче всего говорит следующий факт. Группе выделяет на студии всего три часа для записи. Причем эти три часа в ночное время. В 1972-м музыканты пишут свой дебютный альбом. Брайан Мэй уже тогда отмечает разницу в процессе написания песен им и Фредди. Если Брайан подходит к этому делу структурированно и использует понятное сочетание аккордов и тональностей, то Меркьюри пишет странно и хаотично. Сам Меркьюри отмечает, что он не из тех, кто садится перед клавишами и думает, что ж, сейчас я что-нибудь напишу. Сначала, говорит он, должна прийти идея, а идея может прийти откуда угодно. Во время записи первого альбома появляется знаменитый логотип Куин. Его рисует Меркьюри, не зря же он учился графическому дизайну. Помимо короны и буквы Кью, сверху птица Феникс и знаки Зодиака участников группы – Рак, Лев и Дева. Разумеется, именно Меркьюри занимается внешним видом группы. Он подбирает костюмы и думает о том, как сделать перформанс наиболее ярким. Уже с первых выступлений чувствуется сильное влияние кабара и оперы на творчество Меркьюри и остальной команды. Ну и в конце концов, название Куин обязывает соответствовать королевскому статусу. Однако шансов продемонстрировать свои возможности в 72-м у Куин немного. В это время менеджеры пытаются найти лейбл для продвижения и дистрибуции группы, в том числе в Штатах. Но там отвечают, что у коллектива нет шансов. В итоге за год музыканты дают лишь несколько выступлений. Спустя год Trident находит лейбл на территории Европы и США. Причем в Европе Куин будет продвигать влиятельная компания EMI, которая до этого уже один раз отказала Куин. Но несмотря на весомый лейбл, первый сингл группы Keep Yourself Alive проваливается в чартах. За ним выходит дебютный альбом коллектива Куин, который, кстати, называется довольно оригинально – Куин. Однако пластинка показывает довольно низкие результаты в чартах и собирает смешанную прессу. Одни называют ее довольно хорошим дебютом для новой группы, другие ругают. Одно из изданий характеризует альбом как ведро с мочой. Вообще музыкальная пресса 60-80-х годов не скупилась на резкие эпитеты. Даже когда Куин стали безусловными звездами, их альбомы активно ругали. И создаются ощущения, что чем знаменитее они становились, тем больше их ругали. Хотя настоящий успех многих раздражает, это правда. Следующий альбом Куин должен стать судьбоносным. Если он зайдет слушателям и критикам так же, как первый, группа обречена. Грубо говоря, коллективу нужен хит и нужен вчера. К моменту выхода второго альбома Trident уже вложила в Меркури и компанию большие деньги. Если переводить это на сегодняшние суммы, почти полмиллиона фунтов. И тогда группе везет. На британском телевидении выходит популярная музыкальная передача Top of the Pops. С аудиторией почти 15 миллионов человек. В одном из выпусков должен выступать Дэвид Боуи. Но у него что-то срывается, и тогда на освободившееся место лейбл продвигает молодую группу Куин со свежей песней из предстоящего второго альбома. Песня Seven Seas of Rye заходит аудиторией. Лейбл через два дня выпускает ее как сингл, и она попадает в топ-10 британского чарта. Следом выходит вторая пластинка бэнда с еще более оригинальным названием, чем первая – Куин 2. На волне успеха сингла она попадает в топ-чарта альбомов. Однако критика противоречива. Например, влиятельное издание Rolling Stones едко пишет в своей статье примерно следующее. Название группы Королева настолько плохое, что, казалось бы, его сложно переплюнуть. Но команде это удалось. Их новый альбом еще хуже. Там же говорится, что музыканты создают какой-то недоделанный глэм-рок и все в этом роде. Но слушателям и музыкальной индустрии очевидно – это успех. Пока еще не огромный, но достаточный для того, чтобы Куин поехать в тур, в том числе по США. Пока что на разогреве для коллектива под названием Mod The Hoopla. Не думаю, что многим из зрителей что-то скажет название этого бэнда. Несмотря на промежуточный успех, Куин не расслабляется. Наступает новый год, они пишут новый альбом. Это не пластинки современных артистов, которые приходится ждать десятилетиями. Все, что нужно знать о третьем альбоме группы – это то, что он становится еще популярнее предыдущего, а главный хит-пластинки – Killer Queen. Песня и альбом хорошо заходят не только в родной Британии, но и в США. К тому моменту Куин находят себя. Я имею в виду и звучание, и образ. Многие диджеи на радиостанциях отмечают, что Куин звучат совсем не так, как остальные рок-группы. То есть, с одной стороны, они играют рок, но с другой стороны, в общем-то, и не совсем рок. И, конечно, нельзя пройти мимо фронтмена. Фредди к третьему альбому уже очень классно поет и не забывает про образ. Его ногти очень черные, штаны максимально обтягивающие, а шубы очень пушистые. И неудивительно, что на волне успеха Меркьюри начинает сносить башню. У музыкантов возникают вопросы к менеджерам из Trident. Несмотря на популярность последних пластинок, это почти не отражается на финансовом состоянии музыкантов. Trident логично возражают, что они уже вложили в Куин большую сумму и пока отбивают эти инвестиции. Нужно подождать пару месяцев, и средства от продажи альбомов начнут поступать музыкантам. В тот момент Фредди заявляет, что не намерен ждать, и произносит фразу, которая позже станет названием для песни. «I want it all, and I want it now». В этой ситуации Фредди тоже можно понять. Помимо того, что он фронтмен, ему принадлежит больше половины песен из первых трех альбомов. И к тому же он шел к этой славе очень долго, и теперь хочет получить сполна. В итоге контракт с Trident разрывается. По условиям Куин должны заплатить крупную неустойку. Их новым менеджером становится Джон Рейт, он же в то время заведует делами Элтона Джона. И не стоит думать, что спустя три альбома группа находится на том уровне популярности, которому ничего не угрожает. От успеха их следующего альбома зависит очень многое. У них по-прежнему большой долг перед Trident'ом, и провал следующей пластинки может закончить карьеру группы. Однако следующая пластинка не просто будет успешной. Она сделает Куин мировыми звездами. И это неудивительно, ведь главным хитом следующего альбома будет Bohemian Rhapsody. Сложно поверить, но Bohemian Rhapsody могла не стать хитом. Ее вообще могли не услышать в том виде, в котором мы знаем сегодня. Но давайте обо всем по порядку. О песне мы поговорим подробно. С ней связаны мифы, домыслы и загадки. Через нее можно многое понять о группе Куин, и самое главное, о фигуре Фредди Мерквери. И, кстати, по-русски песню принято называть «Богемской рапсодией». Хотя, если быть точным, она скорее богемная от слова «богема». Но мы же не будем душнить, правда? Богемская так богемская. 1975 год. Фредди Мерквери приносит заготовку будущей песни всех времен и народов. Правда, пока об этом никто не знает. Что знают другие участники Куин, так это то, что композиция слишком сложная. Они записывают ее три недели. Для сравнения, многим коллективам того периода этого времени хватает на целый альбом. Результат превосходит самая смелая фантазии музыкантов. Они решают, что именно эта песня должна быть синглом нового альбома. Лейбл не так воодушевлен. Лейбл умеет считать. Они видят, что композиция длится шесть минут. Это в два раза больше, чем хронометраж, который берут на радио и телевидение. Нужно либо что-то вырезать, либо брать синглом другую песню. И Куин даже пытаются что-то вырезать, но получается плохо. И тут им снова везет. На одной из радиостанций диджеем работает друг Фредди. У него есть запись богемской рапсодии. Правда, также у него есть четкое указание от руководства не ставить композицию в эфир. Но диджей тот еще бунтарь. В течение следующих двух дней он ставит рапсодию в эфир 14 раз. Композиция разрывает Британию, а затем и Штаты. Она сделает Куин мировыми суперзвездами. И сейчас самое время разобраться, а заслуженный ли был успех. Понятно, что победители не судят, но давайте попробуем. Не то чтобы я самый большой поклонник группы Куин, но песня Bohemian Rhapsody действительно ох**ная. Однако в процессе подготовки видео я узнал, что многие безымянные интернет-пользователи и довольно именитые музыкальные критики не в восторге от данной композиции. Главная претензия – смысл. Аргумент понятный. Песня – это музыка и текст. И по-настоящему великой композицией можно называть только ту, где и то, и другое – интересное и глубокое. Это текст песни. Вступление довольно туманно. Что-то про бедного молодого человека, который пытается сбежать от реальности, но выхода нет. Но всё это не важно, ветер по-прежнему дует. Следующая часть – вполне понятный стори-теллинг. Герой признаётся матери в том, что убил человека. Жизнь только началась, а он её уже загубил. Так что мама, говорит герой, если завтра не вернусь, продолжай жить. И вообще, всем до свидания, пора идти и раскрыть правду. Не хочу умирать, иногда я думаю, что лучше бы вообще не рождался. Дальше начинается та самая оперная часть. И это действительно похоже на случайный набор слов. Здесь присутствует персонаж из классического итальянского театра, тот самый Скоромуш, цитата из Корана, которая означает во имя Аллаха, та самая Бисмила, Вильзевул – демон из Нового Завета и, что означает Галилео, понимает все. Конечно, это передача по СТС. Что объединяет все эти термины, сложно сказать. Когда в интервью Фредди спросили, при чём тут Вильзевул, он сказал, что ему просто нравится, как звучит слово. После оперной части идёт роковая гитарная. Там коротко поётся о чьей-то несчастной любви. И заканчивается песня тем, что ничего не важно, ведь ветер по-прежнему дует. Короче, если внимательно посмотреть на текст, то он действительно состоит из нескольких, не связанных друг с другом частей, многие из которых, правда, не имеют никакого смысла. Про значение богемской рапсодии и других песен Фредди неоднократно спрашивали, но он каждый раз отвечал примерно одно и то же. Что песня – это пространство для интерпретации. Я пою, а вы сами решайте, о чём композиция. Для каждого она будет о чём-то своём. И Меркьюри добился своего. Тогда, в 1975-м, ещё никто не знает о его нетрадиционной ориентации. Спустя много лет, когда это станет общеизвестным фактом, в тексте многие увидят болезненный каминалт автора. Признание лирического героя в убийстве – это лишь метафора. Фактов, подтверждающих эту гипотезу, нет. О чём на самом деле богемская рапсодия до сих пор неизвестно. Что известно точно, так это абсолютная гениальность и инновационность музыкальной части песни. Меркьюри не раз говорил, что музыка для него первична. Сначала идёт мелодия, а после следует текст. Богемская рапсодия разорвала шаблоны. Никто не мог представить, что популярная композиция может быть такой. Что такое стандартная попсовая песня? Это простая, как полено, структура. Куплет-припев, куплет-припев, проигрыш-припев. А теперь посмотрите на то, как выглядит аудиодорожка богемской рапсодии. Композиция делится на пять частей. Первая часть – акапельное вступление. Вторая часть – баллада. Третья – опера. Четвёртая часть – хард-рок. И пятая – кода. Уже только это было революцией в популярной музыке. Но Куин пошли дальше. Большинство песен состоит из нескольких аудиодорожек. Каждая из дорожек отвечает за отдельный инструмент или голос. Позже все эти дорожки соединяются, и получается общая композиция. Сегодня всё делается на компьютере, и можно без труда записать сколько угодно дорожек, а потом также без труда все эти дорожки соединить. В середине 70-х всё писалось на плёнку. В то время композиция, состоящая из четырёх дорожек, была вполне нормальным явлением. Их количество в богемской рапсодии стремится к двум сотням. Музыканты играли или пели определённые партии, записывали это на несколько дорожек, позже сводили всё в одну. Снова записывали другие партии, также сводили их в одну и так далее. Короче говоря, простым языком в богемской рапсодии невероятное количество звуковых слоёв. В оперной части кажется, что в записи участвовал целый хор. Но это всего лишь четверо музыкантов Queen, каждый из которых записывал кучу разных партий. Та рапсодия, которую вы слышите и любите, это во многом технологическое достижение. Именно поэтому, когда она играется вживую, она звучит значительно хуже. Когда в 75-м году группу зовут впервые выступать с богемской рапсодией вживую на телевидении, это становится проблемой. Но музыканты находят интересное решение. Queen снимают клип, чтобы показать его в эфире. Существует миф, что это был первый клип в истории, но это не так. Музыкальное видео до этого снимали и другие группы, да и сами Queen. Однако именно после богемской рапсодии снимать клип для продвижения альбомного сингла стало распространенной практикой. Стоит ли говорить, что в 75-м, 76-м годах песня разрывает чарты Британии и США? Думаю, нет. Вслед за синглом успех повторяет и альбом Night at the Opera. Многие фанаты Queen до сих пор считают это лучшим альбомом группы. В 76-м году Фредди Меркьюри говорит, что богемская рапсодия – это его главное достижение. И это утверждение во многом справедливо до сих пор. Во-первых, песня на 100% отражает музыкальные вкусы и мировоззрение Фредди Меркьюри. Во-вторых, там можно услышать, в чем его величие как музыканта. В песне есть невероятный диапазон – ноты от самых низких до самых высоких, которые удаются Фредди очень хорошо. Кроме того, там слышно его фирменное вибрато – это своеобразное колебание голоса. Одним словом, Bohemian Rhapsody делает группу суперзвездами, и в этом статусе они отправляются в мировое турне. Примерно в это время большие изменения происходят в личной жизни Меркьюри. Автопати после концертов Куин приобретают легендарный статус. Алкоголь, запрещенные вещества и куча почти голых женщин, которые, цитируя Брайана Мэя, вытворяют невероятные вещи со своей анатомией. Фредди, разумеется, в эпицентре этих мероприятий. Их отношения с Мэри Остин становятся сложными. Меркьюри редко бывает дома. Сначала Остин искренне полагает, что у Фредди романы с другими женщинами. Но примерно к 76-77 году Мэри и другие участники Куин замечают нечто новое в поведении фронтмена. По словам гитариста Мэя, у Куин всегда было много поклонниц. Ими был окружен и Меркьюри. Брайан часто видел, как Фредди уводил их в гримёрку. Однако с какого-то момента в гримёрку вокалиста Куин стали заходить мужчины. В конце концов, Фредди признается Мэри в том, что он бисексуален, на что Остин ответит ему, что он гей. Довольно странный разговор, но он, в общем-то, отражает тайну личной жизни Меркьюри. Никто точно не знает до сих пор, какая ориентация была у солиста Куин. Одно известно точно – Фредди Меркьюри не был натуралом. Сам он до последнего будет это скрывать. Хотя журналисты, особенно в последние годы, будут часто спрашивать именно об этом. Меркьюри будет уходить от ответа. Не подтверждая, но и не опровергая слухи. О причинах этого поговорим чуть позже. Мэри Остин решает уйти от Фредди. По её словам, как раз после успеха альбома Night at the Opera, Меркьюри входит в период саморазрушения. Безумные вечеринки, беспорядочные половые связи и большое количество запрещенных веществ. В конечном итоге, всё это и станет причиной смерти солиста Куин. Но пока Фредди Меркьюри на вершине и создаётся ощущение, что восхождение группы невозможно остановить. В 1977 году они проезжают с суперуспешным туром по США, где в том числе дают концерт на 20 тысяч человек в знаменитом Madison Square Garden. Чтобы вы понимали, все билеты были раскуплены менее чем за час. В том же году они выпускают успешную пластинку, главные хиты которой до сих пор знают и поют. Это We Will Rock You и We Are The Champions. Деньги начинает литься рекой в карманы участников группы Куин. Фредди закатывает гигантские вечеринки, на которые спускает огромные суммы. Деньги, говорил Фредди, конечно, вульгарны, но так прекрасны. Это примерно как клипы рэперов 20 лет назад, где они сидят на куче бабла и ещё разбрасывают его направо и налево. Примерно так выглядит жизнь Фредди Меркьюри во второй половине 70-х. Тогда Куин становится не просто известной группой, они становятся большим бизнесом. Команда отказывается от услуг менеджера Джона Рейда и организует собственные компании для управления делами. Возможно, именно бизнес является одной из причин, почему Фредди открыто никогда не расскажет о своей ориентации. Это бы автоматически означало скандал, потерю большой части аудитории и денег. Несмотря на молодые яркие музыкальные группы, большая часть общества в Британии очень консервативна. До середины 60-х в Уголовном кодексе была статья за гомосексуальные связи. Причём в некоторых частях королевства статья останется вплоть до начала 80-х. После разрыва Мэри Остин и Фредди сохранят близкие дружеские отношения до конца жизни. Время от времени она будет появляться на публичных мероприятиях вместе с Фредди, создавая иллюзию гетеросексуальности солиста Куин. В реальности Фредди Меркьюри живёт по принципу «Don't stop me now». Одноимённая песня как раз выйдет у Куин в конце 70-х. В позитивном ключе это выражается в творчестве, в негативном – в личной жизни артиста. К началу нового десятилетия Куин – суперзвёзды, мультимиллионеры и владельцы собственного бизнеса. Критики продолжают выпускать противоречивые рецензии на их альбомы, но публике совершенно плевать на эти обзоры. Они обожают песни Куин и их фронтмена Фредди Меркьюри. В то же время Фредди становится постоянным посетителем многочисленных клубов по обе стороны океана. Беспорядочная сексуальная жизнь и запрещённые вещества становятся неотъемлемой частью Меркьюри того периода. Тогда он ещё не знает, что уже через несколько лет Европу и США будет захлёстывать новая страшная эпидемия ВИЧ-спида. И самой известной жертвой болезни станет наш герой. Давайте отмотаем плёнку на 70 лет назад. 1908 год, Конго. Африканская страна находится под властью Бельгии. Местный охотник убивает обезьяну, чтобы продать её мясо на рынке большого города Леопольдвилля. Во время схватки животное ранит его и передаёт вирус, который до этого распространялся исключительно среди обезьян. Охотник успешно продаёт добычу и идёт отметить это в один из многочисленных борделей города. Так начинается история ВИЧ-инфекции. Конечно, это всего лишь версия. Учёные точно до сих пор не знают, когда и при каких обстоятельствах вирус попал в организм человека. Точно известно, что инфекция, которой до этого были подвержены исключительно африканские обезьяны, перешла к человеку в первой половине 20 века. Десятилетия болезни не выходят за пределы африканского континента, но постепенно это происходит. В начале 80-х врачи в Европе и США начинают замечать странные смерти преимущественно среди геев. В течение десятилетия количество инфицированных в год возрастёт от сотен до миллионов, став настоящей эпидемией. В начале 80-х Фредди это мало волнует. Он наслаждается славой. Куин продолжает штурмовать чарты, и тогда кажется, что ничего не может этому помешать. Все участники коллектива пишут песни. Да, авторству Фредди принадлежат большее количество хитов. Однако и Мэй, и Тейлор, и Дикон также имеют в арсенале композиции, попавшие в топ-10 чартов. Поэтому пока ни у кого не возникает желания уйти в сольное плавание. Все возможности для реализации есть внутри Куин. Однако лидер группы по-прежнему Меркьюри, и он задаёт направление. В 81-82 годах фанаты услышат и увидят новый Куин. Несмотря на абсолютно нездоровый лайфстайл, Фредди активно ходит в зал, меняет гардероб и отращивает усы. Теперь фанаты видят на сцене подкачанного Фредди Меркьюри в джинсах и в майке. Такой мачо-стайл. Усы вызывают смешанную реакцию поклонников. В офис Куин приходят посылки с бритвенными принадлежностями. Фредди на эти намёки не реагирует. Усы остаются. В 1982 году выходит пластинка под названием Hot Space. До сих пор многие фанаты и некоторые участники Куин считают её самым неудачным альбомом группы. По сути, вместо рок-пластинки получается странная диско. Музыканты впервые используют драм-машины и синтезаторы. В чём причина резкой смены стиля точно неизвестна, но, возможно, повлияли несколько факторов. Во-первых, тогда Фредди проводит большое количество свободного времени в клубах. И, возможно, тот саунд, который он там слышит, он хочет интегрировать в музыку Куин. Ещё одной причиной может быть человек по имени Пол Прентер. За несколько лет до этого он попал в состав свиты Меркьюри и постепенно стал, по сути, его личным ассистентом. Степень их близости до сих пор до конца неизвестна, но в начале 80-х Прентер оказывает большое влияние на решение Фредди. И, возможно, обращение к диско — это его идея. Также, возможно, Фредди хочет поэкспериментировать. Он понимает, что мир меняется, и единственная возможность для группы сохранять популярность — это пробовать что-то новое. И они пробуют. На этот раз альбом не нравится ни слушателям, ни критикам. Он показывает плохие продажи. И это ещё спасибо совместному треку Under Pressure с Дэвидом Боуи, из-за которого многие и покупали пластинку. Альбом Hot Space продаётся в количестве 4 миллионов копий. Выходящий в тот же год альбом Майкла Джексона «Триллер» показывает результат 65 миллионов копий. Очевидно, что для Queen наступают непростые времена. Меркьюри сам признаёт ошибку, но в то же время добавляет, что это был сознательный эксперимент. В 1982-м они едут в очередной мировой тур. Однако на фоне неудачной пластинки продажи билетов также страдают. Особенно ситуация заметна в США, где Queen активно теряет позиции. То есть, не поймите неправильно, они всё ещё очень популярны, но далеко не так, как это было раньше. После возвращения Фредди заключает контракт с лейблом на выпуск сольного альбома. Он планирует совмещать это с записью песен для Queen. Однако нельзя не заметить, в это время отношения внутри коллектива оставляют желать лучшего. Не только из-за неудачи пластинки. В то время ассистент Меркьюри, Пол Прентер, играет в жизни вокалиста Queen важную роль. Он не только организует для него вечеринки, но и влияет на принятие решений Меркьюри. Это не нравится остальным участникам группы. С другой стороны, Фредди также можно понять. Он единственный одинокий участник коллектива. У большинства Queen'ов уже давно семьи и дети, которых они берут с собой в туры. Меркьюри по-прежнему проводит почти всё свободное время в клубах и на вечеринках. По воспоминаниям Мэри Остин, тогда он окружает себя странными людьми. Все они крутятся вокруг Фредди Меркьюри исключительно из-за его статуса и щедрости. Он дарит подарки, билеты, приглашает на мероприятия. Фредди совершил поворот на 180 градусов. Когда-то он сам был одним из тех, кто таскался за группой Smile, а теперь у него внушительный энтураж. Спустя два года Queen' выдают относительно успешный альбом, главным хитом которого становится песня I Want To Break Free. На эту композицию коллектив снимает скандальное видео, где все участники переодеты в домохозяек. Немногие знают, что этот клип – пародия на британскую мыльную оперу под названием Coronation Street. Телесериал о женщинах британского рабочего класса начался в 60-х и к середине 80-х вполне успешно шёл. Более того, он идёт до сих пор и количество серий перевалило за десятки тысяч. Однако, несмотря на заметный хит, пластинки далеко до успеха лучших альбомов. В США, где у группы дела и без того идут не очень, MTV отказывается брать скандальный клип в эфир. Даже для продвинутого канала это too much. Слухи о распаде коллектива всё чаще циркулируют в прессе. Виной тому фронтмен группы. Во-первых, у Фредди выходит сольный альбом. Не очень успешный, но довольно заметный. Во-вторых, в британских таблоидах появляются статьи. Там Меркьюри в открытую называет алкоголиком, наркоманом и геем. Фредди публикации не комментирует. И кто бы мог подумать, но спустя год Куин выдают своё самое знаменитое выступление. Речь идёт о знаменитом концерте Live Aid. Выступление Куин будет настолько успешным, что спустя десятилетия некоторые будут думать, что это был их концерт. Но это не так. Июль 1985-го. На нескольких площадках по всему миру проходит грандиозное благотворительное мероприятие. Средства от него идут в помощь Эфиопии, которая тогда страдает от голода. Live Aid – по сути большой международный концерт. В разных странах мира установлены концертные площадки, и там выступают одни из самых известных исполнителей современности. Главные точки находятся в Лондоне и Филадельфии. Всё это показывают в прямом эфире. Каждому коллективу выделяется лишь 20 минут. Однако Куин выступает настолько классно, что, можно сказать, крадут шоу. В 20 минут они поют сборник из шести своих лучших песен. В тот вечер Фредди в ударе. У воспоминания музыкантов от толпы шел суперадреналин. На стадионе, где выступал Куин, собралось 72 тысячи человек. Уже в 21 веке именно это 20-минутное выступление Куин будет названо самым главным рок-концертом в истории. Успех на Live Aid, Mercury и команда уже не смогут повторить. Скорее всего, к моменту выступления в 85-м Фредди заражен ВИЧ уже несколько лет. Возможно, он даже знает о своем диагнозе. Да, на Live Aid Mercury выглядит здоровым и подтянутым. Но ВИЧ коварен и долгие годы он не дает о себе знать. Косвенным подтверждением того, что Фредди знает о болезни, служит тот факт, что в конце 85-го он почти прекращает безумные вечеринки в клубах. В 1986-м группа заканчивает тур по Британии после выхода нового альбома. Там она дает заключительный концерт на 120 тысяч зрителей. Фредди после выступления не появляется на автопати. Тогда никто не подозревает, что это был последний концерт Queen с Mercury в качестве солиста. Отказ Фредди в 86-м ехать в тур по США вызывает вопросы. Тогда никто из участников коллектива не знает о причинах. Mercury просто объяснил, что не хочет ехать. Возможно, Фредди боится, что во время тура может потерять голос. У него участились проблемы с горлом. Возможно, так проявлялся ВИЧ. Также Mercury в курсе новых требований страховых компаний в США. На волне уже объявленной эпидемии ВИЧ-спида музыкантов обязывают сдавать тесты. Возможно, Фредди знает, что не пройдет их. Mercury продолжает записываться в студии. Его сольный альбом выходит относительно удачным. А песня с говорящим названием The Great Pretender или Великий Притворщик становится его главным сольным хитом. Еще через год лечащий врач Mercury ставит ему диагноз «спид». Это последняя неизлечимая стадия ВИЧ-инфекции. Даже сегодня не существует способа победить болезнь на этом этапе. Однако в конце 80-х это все еще новый, плохо изученный вирус. Фармацевтические компании начинают производить экспериментальные препараты. Многие, и в том числе Фредди, верят, что если препараты и не смогут излечить, то хотя бы затормозят болезнь, пока не найдется эффективный способ исцеления. Меркьюри везет в этом плане. С его влиянием и деньгами он может получить доступ к экспериментальным препаратам. Он тайно посещает врачей в очень ранние и поздние часы, пользуется запасными выходами. Но, несмотря на это, в таблоидах продолжают выходить разоблачительные статьи. Газета Sun публикует материал, в котором утверждает, что двое мужчин, с которыми у Меркьюри была связь, умерли от спида. Большинство информации журналисты получили от Пола Прентера. Меркьюри за год до этого уволил своего ассистента после того, как тот организовал спонтанную вечеринку в квартире Фредди, не поставив его в известность. Это предательство приводит Фредди в бешенство. Меркьюри решает рассказать о заболевании нескольким самым близким друзьям, в том числе Мэри Остин и Джиму Хаттону, а также менеджеру Куин. Его коллеги по группе по-прежнему не в курсе. Пока же он начинает принимать только что одобренный в США препарат, записывает оперные композиции с Кабалье и готовится к записи нового альбома Куин. По воспоминаниям Брайана Мэя, они, конечно, начинают подозревать о неком заболевании, но не думают, что ситуация настолько серьезна. Дом Фредди Меркьюри в центре Лондона перестает быть похож на место, где когда-то проходили самые громкие тусовки. Теперь Фредди проводит вечера в компании нескольких друзей, играет в любимый скрэбл и смотрит телевизор. В том же 88-м он выступает последний раз как солист. Это происходит в Испании совместно с оперной певицей Монсеррат Кабалье. Еще через год Меркьюри расскажет о диагнозе участникам Куин. Возможно, к тому моменту он уже теряет надежду. Препараты перестают давать результат. Меркьюри отказывается от сольных концертов. Он понимает, что создал свои лучшие композиции именно в группе. Куин решает записать настолько много песен, насколько это возможно, пока есть время. Так хочет Фредди. За два года они успевают выпустить два альбома. Причем на некоторые композиции даже записывают клипы. На них сильно похудевший Фредди Меркьюри. Записи и съемки даются ему очень тяжело. Ему уже сложно стоять, а голос сильно ослаб. Последний альбом под названием Innuendo выходит в начале 91-го. Меньше чем за год до смерти Меркьюри. Главный хит этой пластинки – «Show must go on» или «Show должно продолжаться». Песня занимает первое место в британских чартах. Это последняя фотография Фредди Меркьюри. Она сделана в его 45-й день рождения, рядом с домом в Лондоне. За месяц до этого он отказался от препаратов. Они не приносили результат и при этом делали жизнь невыносимой. Меркьюри оставляет лишь обезболивающее. После дня рождения он проживет еще несколько месяцев. Буквально накануне смерти он все же выпустит публичное заявление о своей болезни. Там будет всего несколько предложений, в которых Меркьюри попросит прессу его не беспокоить и призовет помочь докторам в борьбе с болезнью. Он умрет в конце ноября 1991-го. На похоронах будут только несколько близких друзей, родителей и музыканты Куин. Голос и песни Фредди Меркьюри не просто прошли испытания временем. Они подчинили его себе. Спустя 30 лет композиции звучат в кино, перед спортивными соревнованиями и, конечно, со сцены. Куин – одна из самых популярных групп на стриминговых платформах. И, конечно, миллионы людей по всему миру до сих пор знают это лицо. Лицо человека, который оставил след в их сердцах, заставил удивляться, сопереживать, плакать, смеяться и, конечно же, петь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова